Вкратце история вопроса такова. 20 ноября Центробанк отозвал лицензию у мастер-банка. Причины – вовлеченность мастера в теневой сектор и дыра в капитале не менее 2 миллиардов рублей, которая возникла в результате кредитования компаний, аффилированных владельцами банка. Провинившийся банк также занимался обналичиванием сомнительных средств на сумму около 200 миллиардов рублей и совершил около 100 нарушений так называемого антиотмывочного закона. Услуги по процессингу банковских карт мастер оказывал примерно четверти всех банков, работающих на российском рынке. Так что легкую панику испытали многие держатели пластиковых карт, клиенты более чем двух сотен российских банков. Их карты оказались заблокированы, хотя и осталась возможность получить наличные в своем банке. Разумеется, это вызвало большие неудобства. Конечно, мы не пытались так уж отчаянно выяснить, был ли Рязанский муниципальный банк Живаго партнером мастера. Не в этом суть. И пусть секреты денежных центров останутся в их стенах. Но вот получить от Живаго Банка ответ, когда же начнется обслуживание его пластиковых карт, дело, на которое нас направили зрительские запросы. Сегодня мы связались с пресс-службой Живаго Банка. Вразумительных комментариев не получили. Вместо них последовало сообщение о скорой пресс-конференции по поводу работы с пластиковыми картами. Но когда она состоится, пока тайна, покрытая мраком. Продолжение следует...